Редьорд Киплинг. Самая чудная история в мире. Звали его Чарли Мирс. Он был единственным сыном у вдовы и жил в северной части Лондона, откуда ежедневно являлся в Сити для занятий в банке. Ему только что исполнилось 20 лет, и стремлением его не было пределов. Мы встретились в бильярдной, маркер которой звал его уменьшительным именем, тогда как Чарли со своей стороны именовал его мишенью. Юноша пояснил, запинаясь, что пришел только посмотреть, но зная, что такого рода зрелище не представляет собой дешевого развлечения для юношества, я предложил Чарли отправиться домой к матери. С этого началось наше знакомство. Он стал забегать ко мне по вечерам, вместо того, чтобы слоняться по Лондону с товарищами, и в очень скором времени, как свойственно юноше, открылся мне в своих стремлениях, оказавшихся литературного свойства. Чарли мечтал о бессмертной славе в области Риомы, что не мешало ему снабжать, между прочим, грошовые листки, раздирательными сценками любви и смерти. Пришлось вооружиться терпением и выслушивать бесконечные поэмы и тяжеловесные отрывки драм, предназначавшихся потрясти весь мир. Наградой мне служила его безграничная откровенность. Волнение же и откровение юноши почти столь же священное, как и девические признания. Чарли ни разу еще не влюблялся, но горел нетерпением проделать это при первой возможности. Он верил во все возвышенное и благородное, а в то же время не упускал случая показать мне, что знает обратную сторону жизни. Как приличествует банковому песцу на 25 шиллингов в неделю. Он старательно нанизывал старые избитые Риомы в полной уверенности, что они никогда еще не бывали в ходу. Заполнял хромающие места в своих пьесах неуклюжими, прерывистыми объяснениями и спешил дальше, так ясно в виде свой замысел, что воображал его уже выполненным и простодушно дожидался похвал. Думается мне, что мать не поощряла его стремлений. Как бы то ни было, я знаю, что письменным столом в материнском доме ему служил краешек умывальника. Об этом мне было поведано почти в самом начале, в то время, когда он перерывал мои книжные полки и за несколько дней до того, как обратился ко мне с мольбою сказать ему по правде, есть ли надежда, что он напишет что-нибудь, знаете ли, действительно выдающееся. Быть может, я неумеренно поощрил его, но дело в том, что он однажды вечером влетел ко мне с пылающим от возбуждения лицом и проговорил, задыхаясь. «Если вам все равно, позвольте мне остаться здесь и писать весь вечер. Мешать вам не стану. Вот ей-богу, у матери мне негде писать». «В чем же дело?» — спросил я, превосходно понимая, в чем дело. «У меня в голове тема, из которой выйдет великолепнейшая книга на свете. Позвольте мне писать ее здесь». «Эх, да что за тема!» Невозможно было устоять перед такой просьбой. Я подвинул ему стол. Он еле поблагодарил и мгновенно погрузился в работу. С полчаса перо скрипело без перерыва. Потом Чарли вздохнул, стал ерушить волосы. Писание замедлилось. Пошли помарка за помаркой, наконец он бросил перо. «Лучшая книга на свете отказывалась родиться на свет». «Теперь мне это кажется страшной ерундой», — сказал он горестно. «А в мыслях так хорошо было! Что бы это значило?» Я не в силах был повергать его в уныние, сказавши правду, и потому отвечал. «Быть может, вы не в настроении писать? Наоборот! Только не тогда, разумеется, когда гляжу на эту дрянь. Фу! Прочтите мне то, что сделали», — сказал я. Он прочел. Скверно это было невыразимо. Он же останавливался на самых напыщенных фразах, ожидаемо его одобрения. Ибо эти самые фразы, как я знал наперед, были предметом его гордости. «Следовало бы сократить», — заметил я с осторожностью. «Терпеть не могу сокращать свою работу. По-моему, здесь нельзя вычеркнуть ни единого слова, не изменивши смысла. А все же оно вслух читается лучше, чем пока я писал». «Чарли, вы страдаете страшной болезнью и свойственной многочисленному разряду людей. Отложите свою работу и возьмите просмотреть ее через неделю». «Нет-нет! Я хочу сегодня же с нею покончить. Скажите же свое мнение. Как я могу судить о недоделанной вещи? Расскажите мне ее такой, какой она рисуется у вас в голове». Чарли стал рассказывать, и в его рассказе было все то, чему он в своем неведении не давал выражения в письме. Я смотрел на него и спрашивал себя, неужели он не сознает оригинальности и силы, посетившие его мысли. Поистине, это была тема из тем. Сколько людей превознеслись от самомнения благодаря в десятеро худшим и менее выполнимым мыслям. Между тем, Чарли продолжал безмятежно болтать, пересыпая поток чистого воображения образцами безобразных фраз, в которые он намеревался облечь его. Я выслушал его до конца. Было бы безумием оставить эту идею в его собственных руках, когда я мог сделать из нее так много. Не все, конечно, к чему она открывала путь, но все же, ах, как много! «Как вам кажется», — сказал он наконец, — «я думаю назвать ее «История одного корабля». Мысль, по-моему, не дурна, но едва ли вам скоро удастся справиться с нею. Вот я, например, она может вам пригодиться. Хотите воспользоваться ею? Вы сделаете мне честь», — живо сказал Чарли. Что может быть слаще бесхитростного, пылкого, необузданного, открытого поклонения юноши? Как бы ни была ослеплена страстью женщина, она все же не перенимает походки предмета своего обожания, не надевает шляпки под тем же углом, под каким он носит свой цилиндр, не пересыпает своих речей его излюбленным сквернословием. Чарли же проделывал все это, тем не менее надо было успокоить совесть, прежде чем присвоить себе чужую мысль. «Давайте ударим по рукам», — сказал я. «Я дам вам пять фунтов за тему». Чарли мгновенно превратился в банковского писца. «О, нет! Это невозможно! Между товарищами, знаете ли, если позволите мне так выразиться, и как светский человек, воля ваша не могу. Берите тему даром, если она вам нравится. У меня их куча про запас». Точно, у него имелось их много. И никто этого не знал лучше меня. Но то были все чужие темы. «Постарайтесь взглянуть на вопрос как на коммерческую сделку между светскими людьми», — возразил я. «Пять фунтов представляют собой уйму поэтических произведений. Дела всегда остаются делами, и вы можете быть уверены, что я не дал бы этой суммы, и когда бы...» «О, если вы так ставите дело», — сказал Чарли, видимо, потрясенной мыслью о книжках со стихами. Торг был заключен с условием, что он может во всякое время приходить ко мне со своими темами, пользоваться невозбранно отдельным столом для разработки их и подвергать меня слушанию всех своих поэм и стихотворных отрывков. Покончив с этим, я сказал «А теперь расскажите, откуда к вам пришла эта мысль». «Она пришла сама собой?» Глаза Чарли немного расширились. «Да, но вы мне рассказали о герое много такого, о чем надо было сперва прочесть где-нибудь. Мне и времени нет читать. Разве когда я сижу здесь у вас? В воскресные дни я день-деньской на велосипеде или на лодке. А что, разве в герое что не ладно? Расскажите мне о нем еще раз, и тогда я пойму, в чем дело. Вы говорите, что он был морским разбойником. Какой был его образ жизни? Он находился на нижней палубе того корабля, о котором я говорил. Какой такой корабль? Да вот из тех, что идут на веслах. И вода брызжет, выключены, и люди гребут, сидя по колене в воде. Потом между двух рядов весел проложена скамья, и по ней взад и вперед ходит надсмотрщик с кнутом, чтобы гребцы не дремали. Как вы это знаете? Так по рассказу уходят. Над головой протянута веревка, прикрепленная к верхней палубе, чтобы надсмотрщику было за что ухватиться во время качки. Раз как-то он оборвался и упал среди гребцов. Помните, как герой глумится над ним, и как его бьют за это? Сам он, разумеется, прикован к веслу, герой-то. Как именно прикован? У него вокруг пояса железное кольцо, прикрепленное к скамье, а к веслу его приковывают поручни на левой руке. Он сидит на нижней палубе, куда сажают самых отъявленных преступников, и где единственный свет получается из люков и уключен. Можете себе представить, как солнечный луч еле пробивается между ручкой весла и отверстием, и дробится, и прыгает там и сям от качки? Могу. Но не понимаю, как вы можете это себе представить? Да как же иначе? Ну, слушайте дальше. Чтобы ворочать длинными веслами, на каждой скамье верхней палубы сажают по четыре человека. На средней по три, а на нижней по два. Не забывайте, что на нижней палубе совсем темно, и все гребцы до единого сходят с ума. Когда на этой палубе умирает, увесла человек, его не выбрасывают за борт. Но тут же в цепях разрезают на части и пропихивают кусочки сквозь уключены. Почему это? Удивился я, пораженный не столько самым сообщением, сколько его безапелляционным тоном. Меньше хлопот, а еще во страстку остальным. Для того, чтобы втащить человеческое тело на верхнюю палубу, требуется два надсмотрщика. Как же оставить внизу гребцов без надзора? Понятно, что они тотчас же бросят грести и попытаются сорвать скамьи с места цепями, вставшие одновременно на ноги. У вас запасливое воображение. Где это вы вычитали о галерах и галерных каторжниках? Насколько помню, нигде. Когда есть время, люблю покататься на веслах по реке. А, впрочем, если вы так думаете, может, и вправду где-нибудь? Вскоре после того он отправился по книжным лавкам. Я же задумался над тем, как мог двадцатилетний клерк снабдить меня таким обилием подробностей, да еще выраженных с такой непреклонной уверенностью, о повести кровавых приключений, мятежа, разбоя и смерти на неведомых морях. Он провел своего героя через отчаянное мытарство, восстание против надсмотрщиков, командование собственным кораблем, привел его, наконец, к основанию нового царства на острове, где-то там, знаете ли, и, приведенный в восторг моими жалкими пятью фунтами, отправился покупать мысли других людей, дабы научиться от них писать. Мне оставалось то утешение, что его тема сделалась моей по праву купли и издавалось, что мне удастся ее использовать. Когда Чарли в следующий раз пришел ко мне, он был пьян, подлинно пьян вином впервые открывшейся ему поэзии. Зрачки его расширились, слова беспорядочно натыкались одно на другое, а сам он положительно кутался в цитаты, как нищий в императорскую порфиру. Более всех остальных опьянял его Лонгфило. — Невеликолепно ли? Невосхитительно ли? — воскликнул он после поспешного приветствия. — Послушайте-ка. — Ты хочешь, — молвил рулевой, — узнать о тайне моря? — Лишь тем, кто знал его грозу, его доступна тайна. — Здорово! — Лишь тем, кто знал его грозу, его доступна тайна, — твердил он двадцать раз, шагая взад и вперед по комнате и забывая о моем присутствии. — Но я также могу понять ее, — добавил он про себя. — Не знаю, как и благодарить вас за эту пятерку. А потом вот это. Мне памятны черные верфи и вольно шумящий прилив, обросшие лица испанцев и тайны судов и краса и чары широких морей. Ведь вот я никаким опасностям не подвергался, а чувствуется, что это все мне знакомо. — В самом деле, вам море точно сродни? Видали вы его когда-нибудь? В детстве раз как-то побывал в Брайтоне. А, впрочем, мы все жили в Ковентри до переезда в Лондон. Я никогда не видел его, когда вихрь равноденствия гигантский к Атлантике слетает. Он потряс меня за плечо, ища поделиться потрясшим его самого волнением. — Когда налетает этот вихрь, — продолжал он, — думается, что ломаются все весла того судна, о котором мы с вами говорили, и груди грибцов разбиваются, натыкаясь на них. Кстати, вы уже сделали что-нибудь из моей темы? — Нет. Все еще жду кое-чего от вас. Скажите, почему это вы так уверены в оснастке корабля? Ведь вы ничего не смыслите в кораблях? — Право, не могу сказать. Стоит он передо мной как живой до тех пор, пока не попытаюсь переложить его на бумагу. Не дальше, как прошлой ночью в постели, я думал о том же и запасся многими новыми подробностями для книги. Например, о том, что люди ели — гнилые фиги и черные бобы, да вино в бурдюках, передававшихся от скамье к скамье. Стало быть, корабль существовал в такое древнее время. Какое такое время? Не знаю, давно ли оно было или нет. Все это выдумка, но временами кажется таким настоящим точно наяву. Вам не надоело слушать мою болтовню? — Ничуть. — Что же, придумали вы еще что-нибудь? — Да, но это пустяки. — Чарли слегка покраснел. — Все равно, расскажите. Ну так вот, я все думал о нашей книге, а потом встал с постели и записал на клочке бумаги то, что грибцы могли бы выцарапать на веслах краем поручней. Мне казалось, что так будет жизненнее. Для меня оно и есть сама жизнь, знаете ли. — Бумажка с вами? — Да. Но стоит ли показывать? Так себе, вздорные каракули. Все равно можно бы воспроизвести их на заглавной странице. Я озабочусь этими подробностями. Дайте взглянуть, что написали ваши грибцы. Он вытащил из кармана листок бумаги с одной строчкой букв, и я отложил его в сторону. Что это должно означать по-английски? Ох, не знаю. Хотелось бы, чтобы оно означало «я устал, как скот». — Все это большой вздор, — повторил он, — но для меня эти люди на корабле право совсем живые люди. Поскорее бы вам написать что-нибудь. Так хочется видеть свою тему в печати. Но из того, что вы мне рассказали, выйдет целая книга. Пускай. Стоит вам только сесть и написать ее. Дайте срок. Нет ли еще новых тем? Пока еще нет. Я теперь прочитываю все купленные книги. Чудо, что такое? Когда он ушел, я взглянул на клочок бумаги с каракулями и схватился за голову с целью убедиться, прочно ли она держится на месте. Затем... Но я ничего не помню между этой минутой и той, когда я стоял, торгуюсь с полисменом в коридоре британского музея. Перед дверью с надписью «Вход посторонним воспрещается». Все, чего я требовал, да еще с величайшей вежливостью, был специалист по древнегреческому языку. Полисмену ничего не было известно, кроме правил посещения музея, и мне пришлось обрыскать все корпуса помещения. Наконец, оторванный от завтрака престарелый господин положил конец моим мытарствам, взявший бумажку в два пальца и презрительно фыркнув. «Что это означает?» — сказал он. «Насколько могу убедиться, это означает попытку писать на чрезвычайно искаженном греческом языке. Со стороны...» Здесь он подчеркнул свою мысль многозначительным взглядом. «Со стороны чрезвычайно неграмотного человека». Он медленно прочел вслух по бумаге. «Поллок, Эркман, Таухниц, Генникер». Четыре знакомых мне имени. «Можете ли объяснить мне смысл этого искажения? Какую мысль предполагалось им выразить?» «Я много раз изнемогал от усталости при этой самой работе». Вот значение этих слов. Он возвратил мне бумагу, и я ударился в бегство. Без одного слова благодарности, разъяснения или изменения. Право, мне простительно было кое-что забыть. Мне из всех живых людей выпало на долю написать чудеснейшую в мире повесть. Не более, не менее, как историю греческого галерного раба, рассказанную им самим. Неудивительно, что сны Чарли отличались такой реальностью. Судьба, обычно так тщательно замыкающая за нами двери каждой предыдущей жизни, выказала на этот раз странную небрежность. И Чарли, сам того не зная, всматривался туда, куда не дано было заглянуть сознательно ни одному человеку с самого начала времен.